Всем привет! В следующем обзоре я хотел показать игру Standout. Это пародия на Puck, только для виртуальных очков. Как мы видим, на мне виртуальные очки от Lenovo, Windows Mixed Reality. Ну, давайте посмотрим, что это за игра и как мне можно будет играть. Все, что я буду видеть в очках, вы будете видеть, как всегда, у меня за спиной. Так, как мы видим, мы попадаем в меню. Здесь, в принципе, все на английском. Конечно, немаруского языка это плохо. Так, основное в этой игре на настройке управления. Я буду играть, не перебегаясь по комнате, то есть в сидящем положении. Так, посмотрим. Ну, я бы тебе не слышал, у нас только два. Английский и французский. Так, давайте идем дальше с настройками. В этой настройке у нас есть выбор, как мы будем играть. То есть, видим разные режимы. То есть, я выбрал сидячий режим. Самый простой. То есть, чтобы не бегать по комнате, так как можно легко наткнуться на что-то. Если у вас большая комната, конечно, вы можете позволить себе бегать по комнате. То есть, мне лично вообще удобно играть сидя. Конечно. Давайте. Активировано. Нажимаю Ready. Ну, это видно лобби, как бы предварительно перед загрузкой игрой. Ну, если вы играли PUBG на компьютере, то есть там так же самое было бегать перед самолетом. Здесь наподобие того же. Только самолета не видно, но это без разницы. Здесь, в данной игре, у нас не 100 человек, а 30 человек. Вроде да-то 30 человек. Карта у нас открывается вот таким вот способом. То есть, мы смотрим на руку, на часы и видим карту. То есть, смотрим, где можно высаживаться. Карта, конечно, меньше, чем по оригинале. Но, все равно, это прогресс для виртуальных очков. Графика, как мы видим, похуже. Естественно. Потому что для виртуальной реальности нужно мощнее железо. То есть, ну, не у всех потянет. Потому что здесь картинка у нас выдается в 90 кадров и в 3D. То есть, для каждого глаза своя картинка. Так, в очках здесь разрешение 1400 на 1400 для каждого глаза. Что-то такое. Так, ладно. Давайте смотрим, что мы игру. Она у нас идет. О, через сколько загрузка будет. Так, где должно уже быть... Так, как мы видим, вот мне не надо приседать. У меня все это делается на джорстике. Не за что бегать. Я так и не понял, почему-то он в бок быстро бегает. А вперед или руки надо опускать, или перед собой их держать. С этим еще проблемы есть. Но, я думаю, скоро разберемся с этим. Так, нам еще ждать полторы минуты. А здесь соберется команда. Так, ну что там у нас? Две секунды. Давайте уже летим. Да, вот у нас самолет. Так, вот эту синюю полоску, ее можно убрать. Ну, в принципе, она мне сильно не мешает. Надо просто найти еще, где ее убрать, конечно. Потом буду искать. Это все и так работает. Так, смотрим на карту. Видим, где мы летим. Вот мы летим. Да, это нормально. И зона здесь показывает, что... Почему-то в этой игре показывает сразу, где у нас будут зоны. Хотя, с паренами... И там идет сначала высаживаться, потом покажут зону. Ну, не важно. Ой-ой-ой-ой. До хрена. Попытаемся отлететь подальше, блин. Тех, чтобы нас сразу не завалили. Потому что я играю всего лишь третий раз в эту игру. Также я выставил себе настройки, чтобы у меня повороты на кеймпаде были кадрами. Так у нас меньше идет укачивание. То есть, если у меня будет плавный поворот, вот так вот кеймпаду, то укачивание хорошо ощущается. Нам придется ставить ведерко, чтобы проблеваться. Перезарядить. Я слышал, что кто-то где-то ходит. Страшно, конечно, не хрена. Так, ну, самым приколом, это, конечно, надо целиться в мушку. Можно и с одной руки попробовать. Где-то рядом прыгает, блин. Я не вижу, где он, блин. Охренеть можно. Да, у нас он медленно передвигается. Когда мы вниз направляем оружие, у нас он быстрее двигается. Но вперед все равно. Сука, каждый раз перезаряжу чуть-чуть. Эй, ей, ей. Это он меня засадил. Я чуть скинул оружие. Еб... Стой, 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 сука. Шатать, вес не поднять. Еб... Отсюда. Охренеть. Еб... Поком бегать, что я не пойму. Идите, нахренеть. Он такой косой. Да, надо еще разбираться, конечно, в эту игру. Давай, беги уже, еб... Ой, ей, ей. Как ты, сука, бегаешь? Как тебе эти руки держать, чтобы ты бежал? Смотри, как он быстро бегает, блядь, бог. О, хрена ты вперед так медленно бегаешь. О, вроде бы быстрее бегает. Может, нам курки зажать? В этих их помогают? Нет, помогают. Так. Что у нас тут есть? Ну, нахренеть, выкинуть. Еб... Так, ну, в принципе... Где у нас тут? Перезарядить его? Ага. Так. Ага. Еб... Зона пошла, я еб... Это... Это... Вообще хорошо, шикарно. Так. Ну, вот, видимо, я буду показывать изображение с левого глаза. То есть, если я царюсь в правую, вы не увидите. Теперь во левую буду цариться. Вы увидите. Так, ладно. Она сейчас с непривычкой немного укачивает. Давай, ты уже беги. Какой хорошо держит автомат под тени. Пекарно просто. Думать еще. Давай я бегу. О. Дом, вот, зафиг. Это аномалия, походу. Давай, беги, быстрее уже, б***ь. Она руки держит. Ну, говорит, так, вниз. Может махать. Я бы не отключил эти настройки. О, еще правее. То есть, как я рукой показываю, туда он как бы и бегит. Ой, кошмар. Попробую взять машину, но это будет не было дело. Ой, кошмар. Какое тут управление жесткое. О. Едь давай, елки ты, палки. О, ну, побегеймся. А, здесь показана зона. Где у нас следующее будет? Давайте по краю пройдемся. Может сразу хоть не убьют? Где-то стреляет. Откуда? О, вижу, вижу, вижу. Как тяжело попасть. Кошмар. Да. Не знаю, что это дел. О, мы кого-то убили. Отлично. Так, зоны. Что это значит? Обратный отсчет. Ой-ой-ой. Ну, немножко укачивает, конечно. Легко. Что у нас? Друг лежит. Что это значит? Что это значит? Что это значит? Что это значит? Черт, блядь. Сука, откуда, блядь? Скажите мне его. Ну, блядь. Такая игра. В принципе, на этом можно обзор заканчивать. Давайте в следующий раз я научусь играть и мы снимем нормальный обзор. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok